Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова, это передача о мелочах и жизни. Красивой быть не запретишь, назло годам красивой буду. Уколы красоты – тема нашей сегодняшней передачи, и в этом нам помогут Оксана Дмитриева, врач-косметолог, и Лилия Алмакаева, сетевой предприниматель. Лилия, первый вопрос у меня будет к вам. Вот как вообще выбрать своего косметолога? На самом деле выбрать своего косметолога можно только путем проб и ошибок, то есть в процессе вашей жизни. То есть я не считаю, что вот косметолог в вашей жизни, он может быть один, единственный навсегда. Как в моем случае, например, вот по уходовым каким-то процедурам для лица, я вот хожу в определенную клинику, независимо, к какому я специалисту попаду, потому что каждый из них хорошо очень делает эстетический массаж лица, например. На какие-то инъекционные процедуры я предпочитаю ездить в другой город, например, раз в полгода. И опять же, здесь только все индивидуально, путем проб и ошибок. Сколько времени вы уже, ну вообще, скажем так, в поисках? Ну сейчас я уже нашла тех специалистов, кому я полностью доверяюсь, и там в эстетической медицине, и в инъекционной. Так, Оксана, скажите нам, пожалуйста, какие процедуры мы весной вот заканчиваем делать, их ни в коем случае делать нельзя? Ну, весной, учитывая активное солнечное излучение, ультрафиолет, мы заканчиваем процедуры достаточно агрессивно, которые воздействуют на кожу. То есть, способствуют отшелушиванию верхнего слоя рогового и делают нашу кожу уязвимой. К таким процедурам относятся CO2-шлифовка или лазерное омоложение, срединные пилинги мы также заканчиваем, потому что может возникнуть риск пигментации. И по некоторым моментам, если мы работаем с пигментом, мы заканчиваем также фотоомоложение. То есть, вот все данные процедуры, они с ультрафиолетом не очень дружат, и мы их продолжаем уже поздней осенью и в зимний период, соответственно. Лили, вы отлично, прекрасно выглядите. Скажите, пожалуйста, расскажите нашим зрителям о ваших любимых процедурах. Но вот с недавнего времени, опять же повторюсь, путем проб и ошибок, я немножко завязала с инъекционными путями, так скажем. Что вы пробовали из инъекций? В принципе, я пробовала все, кроме нитей. То есть, это и биоревитализация, месотерапия, но это витаминные коктейли, которые, в принципе, показаны всем женщинам, наверное, после 30 лет, правильно? Вот, но я просто настолько человек, который боится игл, и даже если не больно, мне уже страшно, я могу упасть в оморок, и я стараюсь вот эти все иглоукалывания свести к минимуму. Вот, но вот так получилось, конечно, в моей жизни были печальные опыты. Расскажите нам попозже, да? Да, расскажу попозже, когда все-таки, наверное, я поняла, что немножко я не на том пути, и я буду ухаживать, начинать изнутри за собой, и путем больше обращаться к эстетикам. То есть, это массажи. Раз в две недели обязательно хожу на какие-то процедуры по лицу, это именно маски. То есть, уколов никаких вы не делаете? Уколы я делаю один раз в полгода. Это что за укол? Ну, это ксиамин, мимические морщины, потому что остальные мне нельзя. Вот, нашли такую вот непереносимость. Непереносимость, да. И я делаю биоревитализацию тоже раз в полгода. Все, больше ничего не делаю, слава богу. И вы полностью довольны сейчас вот этим списком, да, ограниченным? Ну, мне бы еще кое-что хотелось, конечно, сделать, но это можно сделать, но у меня есть внутренние, как бы, свои боязни, через которые я пока не могу пройти. Спасибо большое. Я повременю за откровенность. Скажите нам, пожалуйста, Оксана, что же можно уже делать сейчас, весной, как держать себя в форме? Весной можно делать множество процедур. Прежде всего, это инъекционные методики, потому что после зимы, после сезона отопления, наше солнце, наше солнышко мы ждем очень сильно, и кожа обезвожена, да, то есть, поэтому увлажняться, напитываться после сложной такой зимней погоды. Можно также использовать процедуры уходовые любые, это и профессиональные уходы, это массажи, как Лиля верно сказала, это аппаратные методики, которые не повреждают верхний слой кожи, например, и рейфлифтинг, он рассчитан на подтяжку кожи, или термолифтинг, такие вот вещи, которые эпидермис не затрагивают, или лазерная биоревитализация, то есть, процедур большое количество, даже те же пилинги можно подобрать, которые используются все сезонно, не вызывают активного шелушения, но при этом помогают вашу кожу содержать в хорошем увлажненном состоянии, чтобы она светилась, сияла изнутри. Оксана, а вот подскажите, а как вы относитесь к гимнастике для лица? Очень часто в интернете мне попадаются всевозможные уроки, онлайн-курсы, что в 45, вот девушка-преподаватель выглядит на 35, без инъекций. Как вы к этому относитесь? Моё личное мнение, я отношусь отрицательно. Почему? Почему? Потому что у нас все мимические мышцы на лице делятся на мышцы, которые поднимают леваторы, которые опускают депрессоры. И вот натренировать, к сожалению, мы можем только депрессоры, те мышцы, которые тянут к низу. То есть леваторы, она нам нужна с возрастом, подтяжка лица совершенно, да? То есть и овал мы хотим укрепить, подтянуть. Вот эти мышцы, к сожалению, нельзя натренировать. То есть всё-таки кому это нравится, то это дело рук не гимнастики, а может быть генетики? Генетики однозначно, ну и плюс люди получают от этого удовольствие, выделяются эндорфины и, соответственно, усиливается кровоснабжение, она получает внешний эстетический вид очень хороший. А с мышцами это никак не происходит. Лили, а вы как относитесь? Ну, я делаю себе, сразу скажу, массаж пальцами. Сама? Это похлопывание, чтобы по утрам, чтобы кровь поступала, чтобы лицо засияло. И плюс я купила вот тоже как раз в клинике массажный ролик, такой вот валик, как он правильно называется. Который кварцевый? Кварцевый, да. Он у меня постоянно... Мы не толпли не уделать. А я себя приучила, у меня даже дочь, которой 2,3, она берёт этот ролик и себе начинает водить. Плюс она идёт, будит папу своего этим роликом. И у нас уже это традиция, то есть мы просыпаемся. Сколько по времени нужно вот с этим роликом водиться? Да, недолго. Пока вы делаете, например, завтрак, одной рукой режете, вот, ну, минут 5 я делаю. То есть вы наносите крем уже, допустим, и крем, сыворотку, и потом вы разносите, как бы, эту сыворотку. Да, да, по определённым массажным линиям. Вот. Но я ещё очень люблю тканевые маски. По утрам и по тканевой маске я также провожу вот этим роликом. То есть сверху по тканевой маске проводите? Да, да, да. Мне очень нравится эффект. Конечно, может быть, он... Давно, давно вы этим пользуетесь? Да нет, у меня, во-первых, этот ролик подарила моя мама. Опять же, наверное, я не знаю, полгода он мне просто лежал без дела. Вот и мне такая же история, я не могу никак себя заставить. Пока я не сходила вот на одну из авторских программ. И мне рассказала девушка-эстетист о том, что, Лиль, вот ролик очень круто на самом деле. Делает лифтинг коже и придаёт сияние. И когда мы просыпаемся, у каждого человека, независимо по дону или полной, есть отёчность лица. Особенно, кто пьёт воду, да. Есть такие, кто по ночам встают и пьют. Вот. И здесь получается реально визуальный такой овал чётче лица становится. Ну, наверное, это просто действует так, что кровь начинает поступать, да, и быстрее идёт. Это массажная техника, это не гимнастика, да. Это массажная техника, совершенно верно. Это гимнастика не... То есть усиливается кровоснабжение. Я вообще реалист, я вот в эти вещи не совсем верю, понимаете. Ну, это очень популярная тема. Я, конечно, согласна, что возможно. Это, как понимаете, мантры, там, какие-то аффирмации. Вот я вчера тоже в своём инстаграмме эту тему поднимала. Наверное, это просто не для меня. Моя вот мантра-афирмация, там, взять, например, холодный ролик, да, поводить по лицу, я вижу результат. А гимнастику, ну, сколько? Ну, месяц вы её сделаете, и не факт, что у человека результат будет на лице. А вдруг он неправильно делает? Лучше довериться специалисту. Сходить раз, посмотреть, как бы получить консультацию. Потому что всё равно где-то есть хитрость у бьюти-блогеров. Не все раскрывают до конца свои фишки. В любом случае, я считаю, что большая часть бьюти-блогеров, они колются. Да, согласна. Потому что сказать можно всё, что угодно. Это, понимаете, сейчас тема пошла, что есть, можно, то есть, путём хирургических операций, сделать себе и пресс, и крутой живот, и попу. А всё это продаётся через Инстаграм, что вот, я пью там. И это у меня вот тут пресс сразу, у меня там пупа накачалась, я хожу к тому. А выясняется, что человек просто сделал себе определённую процедуру, заплатил за неё нормальный денег, и он её отработал в Инстаграм. Всё. Здесь как бы нужно логику включать. Лили, вот вы говорили про ваши пробы и ошибки. Расскажите вот про ваш негативный опыт. Что, с чем вы столкнулись? Ну, негативный опыт у меня был пару раз, когда я делала, кстати, вот ксиамин. У меня упали мышцы глаз. То есть, глаза стали вот прям вот так. У меня был как раз в день рождения, мне нужно было улетать. А как это понимать? То есть, противопоказаний не поймёшь, пока не попробуешь, да? Как это среагирует? Ну, как здесь мне объяснили в Ульяновске, что как бы там, вроде как, вторые роды поспособствовали, гормональный сбой и так далее. Но тогда мне прокололи антибиотик определённый, вот, мышцу. Это была нереальная болезнь. После этого я, наверное, дала себе слово, что никогда больше колоть этого не буду ничего. Потому что очень больно. Долго? Потому что если глаз колоть антибиотик, простреливающий эффект... Это не один раз? Нет, это три-четыре раза. То есть, глаз на место не встанет. Ну, там такая ситуация, избег и грех, как говорится. Долго восстанавливались вы в итоге? Ну, я смотрю визуально фотографии, даже поднимаю его, да, ну, вот, представляете, один глаз у вас вот здесь, вот здесь, один глаз у вас вот здесь. Один раскрыт, один призакрыт. Ну, как бы, разница очередная. Сейчас всё в порядке. Ну, потому что вот, как бы, съездила на консультацию к определённому человеку, доктору, и у меня просто определённое строение мышц, которые нужно уметь колоть с определённой, как бы, ну, там, точкой уже. То есть, так и получается, что в итоге всё это с годами, со временем выявляются, вот эти все пробы и ошибки? Ну, конечно, потому что это как жизнь, понимаете? Мы замуж выходим, мы же не знаем, там, проживём мы до 100 лет с этим человеком или нет. Вдруг вот кто-то разводится через год, через два, через 10 лет. Здесь так же с любой сферы жизни. Получается, любая инъекция – это определённые риски, возможно, да? Ну, в силу анатомических особенностей, да. Здесь я бы хотела добавить, что, я так поняла, истинный птоз был, да, Лель? То есть, века была закрыта, да? Ну, да, да, да. Но оно не прям сильно закрыто. Это бывает крайне редко. Да, да, это крайне редко. Очень редко осложнение. Действительно, это анатомические особенности строения мышц. И здесь, возможно, просто либо дозировка была, либо точка неудачно взята. Вот, ну, в любом случае, все эти последствия, они устранимы, они не остаётся навсегда. Какой-то промежуток времени нужно поработать с этой проблемой, да. Ну, это было очень для меня эмоционально вообще. Ну, я понимаю, да, это эстетически. Это было единственное, вот, негативные опыты, или ещё какие-то были? Ну, это было два раза подряд, да, с одним и тем же глазом. Просто я очень не люблю вот здесь, когда есть залом. Для меня это вообще ужас. Лоб и межбровь. Потому что сразу какой-то взгляд такой очень тяжёлый становится, и хмурость вот эта вот. У меня очень подвижна мимика, и как бы есть свои нюансы. Я всегда её закалывала лоб, и вот межбровь. И вот поэтому, как бы, сказали, изо лба, что ли, неправильно как-то. Ну, вообще постановка межбровья даёт истинный птос, то есть, значит, у вас там действительно ряд мышц, просто вот эта поднимающая верхняя мюлеровая мышца, и туда диффузия произошла так сильно, очень редко бывает. Вот это было два раза подряд. Ну, просто как бы я для себя, ну, у меня был в плане вот эмоциональный, и именно психологически очень тяжело. Потому что на тот момент приехала свекровь, которую мы сто лет не видели, как бы, представляешь, она меня видит, а у меня один глаз вот такой вот. После синей жизни, да? И мне приходилось, я не знаю, там, ну, придумывать что-то. Макияжем немножечко. А это не закроешь макияжем. Вообще никак. Больше никаких не было негативных? Может быть, какие-то процедуры не подходят, там, что-то даже вот из пилингов или... Ну, нет, я как бы вот люблю ксиамин, в принципе, потому что я говорю, что моя основная задача в лице это убрать мимические морщины, именно вот межбровь и лба. И вот это дало такую реакцию пару раз. Поэтому я как бы себе сказала, стоп, надо что-то подумать. Наверное, обратиться к другому специалисту, потому что в Ульяновске меня уже никто не брал, боятся со мной все это. Вот. Ну, и один раз у нас была ситуация, конечно, я была в положении, у нас случилась реакция, да, Ксан, помните? Ну, на какой-то компонент, опять же, это, понимаешь, чисто индивидуальное. Я пришла на уход за лицом, и пошел отек к вимке. Ну, девчонки молодцы, моментально, как бы, Дина Васильевна тоже еще была с нами, они меня положили, сделали, мы сразу с врачом связались, вызвали скорую помощь, потому что... Все обошлось, да? Язык опухает, ну, я шестой месяц беременности, все напугались, конечно. Ну, предотвратили все. В общем, очень осторожно нужно к этим всем уходам, к этим противно. Ну, понимаешь, вот здесь же никто не гарантирует никаких последствий, потому что человек, он индивидуальный организм, правильно? Ну, конечно, аллергическая реакция может возникнуть на все, что угодно. Даже когда за всю жизнь у человека не было никаких реакций, но что-то может... Да, даже может быть, да. Ну, тут еще состояние беременности сыграло, потому что все равно гормональный фон нестабильный в этот период, поэтому тоже вот такой момент. Лучше, мне кажется, в период беременности тоже избегать, да, каких-то экспериментов? Моя рекомендация во время беременности, в период лактации, не пробовать ничего нового. То есть, вот вы шли, например, на какой-то косметике, так и идите, потому что даже если у вас в обычный гормональный фон было все хорошо, во время беременности может вот эта ситуация возникнуть. Оксана, расскажите нам поподробнее про уколы красоты. Давайте, может быть, по степени легкости, скажем так, они как-то разграничиваются у нас? Ну, по степени легкости для кого? Для пациента или для врача-косметолога? Ну, смотрите, уходы, уколы красоты – это такое общее понятие, в которое инъекционные методики все внесены. Туда относятся и биоревитализация, это процедура инъекционное увлажнение гиоуроновой кислотой. Абсолютно безопасная процедура. Это тоже немного антивозрастной уже уход или нет? Нет, это не антивозрастной, это именно предупреждение, потому что биоревитализация, она по показаниям. И можно начинать девочкам даже с 24-25 лет, если у неё уже есть показания. И до скольки лет? До бесконечности. Только нужно выбирать свой препарат. То есть, если дама уже возрастная, соответственно, одной гиоуроновой кислоты ей может не хватить. Нужны компоненты, которые будут более выражены антиэйдж-эффекта, вызывать, например, какие-то пептиды или нуклеиновые кислоты. Или какие-то незначительные... И куда это всё укалывается? В места, где есть морщинки? Да, это колется по всему лицу, по проблемным зонам. И сколько раз в год? Здесь тоже всё зависит от состояния кожи. Вообще, это курсовая процедура. 3-4 процедуры нужно сделать с интервалом 10-14 дней. Ну и, как правило, если курс проделан, то второй курс уже через полгода. Два раза в год вы приходите на курс. Более... Также к этим методикам относятся мезотерапия. Мезо – это также инъекционная методика. Только здесь вводятся специальные коктейли по проблемам кожи. То есть, если нужно, например, полечить акне или постакне, или осветлить пигментацию, поработать с куперозом. Также вводятся коктейльчики в основном папульно. Здесь курс немножко больше. Он может и 6, и 8 инъекций составлять. Но покороче интервалы где-то неделю-10 дней. Так, если дальше по возрастанию, ну, ботулинотерапия. Это ботокс? Да, которую мы обсудили. Называется правильно ботулинотерапия или введение ботулотоксина. То есть, ботокс, ксиамин, релотокс. Это все названия одного и того же препарата, просто коммерческие. Диспорт и так далее. То есть, просто разные фирмы-производители, действующие вещества одно и то же. То есть, инъекционная методика, которая позволяет вводить в мимические мышцы токсин для их расслабления и для того, чтобы мимические морщинки у нас отдыхали, расслаблялись. Эта процедура делается некурсовая. То есть, она делается и здесь уже насколько вам хватает эффекта. Но есть определенные правила. Если токсин стоит не очень долго, как сейчас часто, к сожалению, бывает, то раньше 4 месяцев мы все равно уколоть не можем. То есть, не более 3-х раз в год вы приходите на эту процедуру. Так, это ботулинотерапия. Контурная пластика. Это филеры? Это филеры, да. Филеры это то же самое. Это гиалуроновая кислота, только стабилизированная. То есть, если биоревитализацию мы просто увлажняем, а она никакой в себе дальше последствий не несет, то филеры это, как правило, мы хотим что-то изменить уже видимо. То есть, мы хотим либо увеличить губы, увлажнить, либо поменять, допустим, бьютификацию лица, изменить скулы, подбородок, носогубные складки, сделать какой-то овал лица. Там, например, очень сейчас модно это джали, да, профиль джали. То есть, это углы нижней челюсти, подбородок. Здесь уже посерьезнее процедура в плане того, что могут быть отеки гематомы, да. То есть, человек должен быть к этому готов, что он с ним поработает, врач-косметолог. Но в грамотных руках все как бы хорошо проходит, и ничего не должно быть страшно. Далее, если по возрастанию, по инъекциям, есть еще методики векторного лифтинга. Это радиез, например. Это препарат гидроксиапатита кальция, который дает нам истинную подтяжку ткани. То есть, он не увлажняет. Это тоже укол? Что-то вводится? Это уколы, да. Это вот вводится филер, только не на основе гиалуроновой кислоты, а гидроксиапатита. Он дает очень хороший лифтинг-эффект. То есть, это уже такие возрастные изменения должны для перемещения ткани, для улучшения овала лица, и так далее. Есть еще коллагеностимуляторы, к которым относится коллаген, или препарат нития, например. Они также дают очень хороший эффект именно лифтинга, не увлажняют. То есть, вот именно сейчас рассказала по степени возрастания ответственности на специалистов. Оксана, а вот я еще выписывала полимолочная кислота. Это тоже как разновидность филлера? Да, тоже можно сказать, что это филлер, только на основе полимолочной кислоты. То есть, есть гиалуроновая кислота, к которым относятся обычные гиалуроновые филлеры. Есть гидроксиапатит кальция, это радиез, и полимолочная кислота. Там два вида у нас, эстефил и скульптра. Здесь также достаточно серьезная методика инъекционная, которая направлена на хороший лифтинг, на возрастные изменения, и она еще дает хорошее увлажнение. То есть, предпочтение для пациентов, которые имеют мелкоморщинистый тип старения. Но это уже с 35 лет по показаниям. А вот еще плазмотерапия, это у нас что? Плазма пропустила, это в районе биоревитализации, то есть в начале. А плазмотерапия – это инъекционная методика, когда берется собственная кровь, центрофугируются пробирки, отделение происходит жидкой части, так скажем, сгусткой. Жидкой части остаются только ваши тромбоциты, клетки, которые несут в себе факторы роста. Что дает плазма? Она освежает, дает красивый цвет лица, легкий лифтинг, поэтому называется плазмолифтинг. Учитывая, что там задействованы собственные резервы, то есть я предпочитаю эту процедуру больше для девочек среднего возраста или молодого, потому что резерв должен быть внутри, то есть ваша собственная кровь получается. Если более возрастные, да, мы, соответственно, уже посерьезнее процедуры. Плазма делается тоже курсом, процедура 4, интервал 7-10 дней. Лиля, а вот обычно вы, когда приходите к косметологу и, может быть, что-то начитаетесь, насмотрите отзывы и говорите, я вот хочу вот это, хочу вот это посмотреть, попробовать на себе, или же вы все-таки просто прислушивайтесь, что вам говорит косметолог, какие рекомендации и уже пробуйте? Я такой человек, что я никогда не читаю отзывы, потому что, во-первых, все индивидуально абсолютно, вот я говорю, что нужно пробовать, потому что что-то, что зашло Маше, не обязательно зайдет к Глаше, потому что кожа разная, строение тканей, мышцы, ну, разные. Ты знаете, как пример, вот приходят девочки на татуаж и говорят, я хочу брови, как у Меган Фокс, но они не понимают, что Меган Фокс, она одна. Плюс это фотошоп фотографии определенный, плюс Меган Фокс строение лица определенное. То есть вы просто, грубо говоря, говорите, у меня есть вот такая-то проблема. Если я хочу прийти к доктору, например, что касается инъекций, я, конечно, этому человеку буду 100% доверять. Мы с ней распишем план действий, например, я выслушаю, что она мне порекомендует. Соответственно, я же исхожу из своего финансового положения. Как я могу это все себе позволить или нет? Потому что это тоже как бы дело затратное, ухаживать за собой. Да, я согласна. Где-то, если я что-то боюсь, я говорю, я подумаю. Подумаю, соответственно, я где-то, возможно, почитаю. Но не у каких-то там людей, а у серьезных сайтов клинических, где реально есть хорошие отзывы. Потому что большинство отзывов – это оплаченные отзывы, и конкурентов. Очень сложно, на самом деле. Да, я привыкла как бы не доверять. Либо если из моего окружения есть человек, который сделал эту процедуру, я могу позвонить и спросить, слушай, вот ты сделал биоревитализацию, как тебе эффект? Больно было? Все. Ну, как бы если она мне скажет, да, это больно, пипец как, все равно я пойду, потому что болевой порог, опять же, у всех разный. Поэтому, если я иду к специалисту, конечно, я ему доверяю. Зачем мне к нему обращаться, если я ему не доверяю. Оксана, вот скажите, а вы сами пробуете какие-то инъекции? Конечно. Можете поделиться, какие процедуры нравятся вам? Ну, естественно, ботулинотерапия, потому что это наше все. Биоревитализация. Я очень люблю векторный лифтинг радиесом. Очень люблю аппаратные методики. То есть в нашей клинике термолифтинг – это безоперационная подтяжка лица. Пилинги очень люблю, то есть фотоомоложение. Такие процедуры. А вот вы сейчас на меня смотрите, чтобы вы мне уже сейчас бы ручки так и тянутся, что-нибудь сделать, что-нибудь вколоть, что-то, извините, я ничего вообще с лицом пока не делала. 37 лет. Очень хорошо выглядите. Но я бы вам биоревитализацию сделала. Так, биоревитализация на что? Это увлажнение. Это увлажнение для влажнений. То есть пока даже не надо антивозрастное, что-то такое сильное? Сначала у нас есть определенная последовательность действий. То есть если вы никуда не торопитесь к какому-то мероприятию, то сначала мы работаем с качеством кожи. Это первое правило. И я бы вас увлажнила. Может быть, добавила какие-то витаминки для сияния кожи, потом бы ботулинотерапию на второй план поставила. Но начинаем мы всегда с качества. Ботулинотерапия – это ботокс, да? Да. Это куда? На межбровку, на мимические морщинки уже? Да. Ух. Я просто знаю, что когда-нибудь мне это все предстоит, но я так долго все это пока откладываю в долгие. Ну, ты знаешь, у меня есть одна знакомая, говорит, я себе нравлюсь такой, я люблю себя такой, я его очень завидую, потому что такие люди, на самом деле, самые счастливые люди. Вот, наверное, я себе пока нравлюсь такой, что у меня еще не тянет. Хотя я на нее смотрю, думаю, блин, я бы тебе 7 килограмм бы минус сделала. Ну, там кое-что подколола бы. Но она кайфует, понимаешь, от себя такой, какая она есть. И она мне говорит, Лиль, ты пойми, я лучше лягу один раз на операционный стол, сделаю себе полностью и груди, и пресс, и попу, и глаза, и подтяну овал. Но это будет в 60 лет. Я говорю, а зачем тебе в 60 лет? А сейчас я себя люблю такой, какая есть. Это, наверное, тоже правильный подход с одной стороны, да? Если главное, чтобы человек счастлив был, доволен собой. Если ей так комфортно, конечно, как я говорю, нужно стареть красиво, да? Ну, я вот тоже с Оксаной солидарна, что стареть нужно красиво, потому что, ну, в любом случае, это ваша визитная карточка, лицо. И, например, там в сфере, там я, например, в сфере в любом случае тоже медиа работаю. Представь, как я буду, вот, там, например, с такой злой морщикой, и сидеть, здравствуйте, мои красавицы. Это такая Лиля злая. Я счастлива от того, что меня тоже, знаешь, благодаря каким-то там хитростям и волшебным рукам специалистов могу себя сделать лучше. Главное, чтобы все это было в радость. Да. Правильно. Я хочу пожелать всем нашим зрителям оставаться всегда красивыми, и не забывайте, что главная красота это ваше состояние организма изнутри. Поэтому не забывайте о своем здоровье, следите за собой всегда, и давайте стареть красиво. А мы с вами увидимся в следующей передаче на Ульяновской правде. Пока-пока, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова